Квадратный метр Квадратный метр в известном для многих магазине строительных и отделочных материалах «Панорама». Сегодня я иду в отдел по продаже обоев. В крупном торговом центре, очевидно, большой выбор товара. Сейчас я интересуюсь самым востребованным отделочным материалом. Скажите, пожалуйста, из всего этого огромного выбора, да, я вижу то, что конкретно это требует чем-то интересен. Цветовая гамма интересная, да, и что можно сказать вообще, стоит мне такие брать, чем они интересны. Да, совершенно верно, это пределиновые обои, новинка 2010 года. Чем они интересны? Посмотрите, какие интересные цвета. Черно-белый цвет. Очень модный черно-белый цвет. Также актуальна полосочка. Чьи это обои, чьи производства, откуда? Это Германия, фабрика АЭС. Обоям, особенно виниловым, не страшен конденсат, высокая температура. Смело можно оклеивать кухню, ванную, детскую. Панорама у нас предлагает обои ведущих европейских компаний. Это обои под покраску, белые обои, флезелиновые, шелкографию. Шелкография используется на основе флезелина и стеснением шелковых нитей. Чем удобны магазины Панорама? Так это расположение в различных районах Сыктопкара, а также городах республики Кови. В следующих передачах я продолжу знакомить вас с продукцией торгового центра. Я продолжаю знакомить вас с интересными вариантами интерьера жилых помещений, а также и с людьми, которые владеют искусством дизайна. Ирина Дмитриевна Бенцене – один из самых известных архитекторов республики. Более того, ее знают и за пределами Кови. Мы уже не раз показывали ее работы, воплощенные в интерьерах жилых и нежилых помещений. Сейчас посмотрим, как при капитальном ремонте и оформлении квартиры архитектор привносит свои идеи в комнаты так называемой личной гигиены. В квартире несколько ванных комнат, а также душевые. Интересен заказчик, что он мог реализовывать проект, который мы планировали. Потому что, если посмотреть на визуализацию, то есть достоверность осуществления этого проекта, вплоть до мелочей, светильники, конечно, дизайнеры, они благодарны таким заказчикам, что есть возможность реализовывать то, что на бумаге, и осуществлять это в натуре. Потому что здесь не отходили буквально ничего. Какие здесь вообще применяются материалы, эти цены в плиточке и все остальное? Чьи-то производства? Ну, вообще, это итальянское. Вот сантехника – это Симос, а плитка – это Санта Густина. Но здесь вот цветовое решение очень. Вроде бы такой контрастный бордовый такой цвет, да? И он вот с таким вот цветом зелёным. Ну, ничего лишнего. Нет, нет. Какой минимализм, скажи. Нет, ну, это санузел для молодого человека. Здесь что? Ванна, душевая стойка, умывальник. ЕДЭ, унитаз. Всё, то, что как бы требуется для санузелинской комнаты. Основная геометрия здесь – квадрат. Всё отвечает заданному стилю. Форма светильников, умывальник, остальщинцы. ЕДЭ и унитаз также соответствуют. Вторая ванная комната значительно больше. Здесь и джакузи, душевая кабина, несколько умывальник. Ирина, здесь вот очень интересно, цветовая дама, да? Основные цвета – белый, чёрный, красный. Всё-таки это пожелание заказчика? Или же ваше такое вот видение? Как вы здесь атаковались? Нет, ну, исходим всегда то, что хочет заказчик. Я всегда говорила и повторюсь, может быть, легче всего сделать то, что можешь ты, и то, что хочется тебе. После подготовки технических расчётов и всей визуализации при помощи компьютерной графики, бывает, что на месте работа бригады отделочников выполнена без полного сопоставления с проектом. Ну, вот мне не нравятся, например, некоторые нюансы, которые как бы, ну, не доглядели. Да, не доглядели. Может, посмотреть, да. Потому что, вот, например, вот в данном варианте, да, душ-кабина, вот здесь, видите, да? Вот угол, и плиточка вот не целая начинается с угла, потому что вот тот угол невиданно хотелось бы, чтобы, наверное, вот начиналось с целой, и вот этот шов уходил в невидение, да, то есть невиданно его было. Как говорит архитектор, придётся вносить изменения. Многие вещи, наверное, вы ведь профессионал, скажите, а можно ли стоит вообще говорить заказчику? Ведь часто, может быть, это не имеет такого большого значения, или это чисто вот ваше, ваш профессионализм от этого зависит? Нет, вот эти углы, да, они приплюсовываются к сумме, да, в выполнении проекта, потому что каждая деталька, она всё равно стоит 9. Такой подход к работе, несомненно, важен. Заказчик, который знает о всех нюансах выполнения работ, может либо сам попросить изменить рисунок, в данном случае плитки, или оставить всё как есть. Сейчас клиента всё устраивает. Хороший сонсоянс. Вот здесь скрытая подводка, например, да, внутренняя подводка кранов, подводка воды, то есть такая без всяких этих стандартных кранов тоже очень интересная. Ну и сумма формы, конечно, столешник. Идём в сауну. Здесь работы ведутся в душевой. Это душ-кабина, оборудована душ-лейкой, и вот подводка, она вся скрытая. Используется особая плитка, терракотовые тёплые тона. Как живая фактура, напоминающая песчаник и камень, потому что камень в природе никогда не бывает гладкий, ровный. Поэтому вот многие говорят, кривая плитка, да, и когда плиточники начинают выкладывать и начинают говорить, у вас там некачественная плитка. Нет, это вот именно особенности плитки, они такие вот как бы завальцованными краями, и край у неё не совсем, вот геометрия такая вот чёткая. То есть, я понимаю, когда шов будет уже до конца работы, всё будет хорошо? Нет, шов будет именно как раз неравномерный, как вот, допустим, у керам-гаранита, который вот чёткий край, а он будет немножко вот разниться, где-то толще, где-то тоньше. То есть, это... То есть, общая картина будет очень интересной. Да, ну, потому что и сама поверхность, она не глянцевая, не ровная, да, то есть, она с какими-то такими шероховатостями. Поэтому, и даже прокрас, видите, он тоже неравномерный. То есть, он напоминает вот такую вот какую-то каменную стену, да, что вот именно в природе больше, как бы, таких неправильных форм, нежели правильных. Когда все ремонтные работы в квартире будут выполнены, наша программа обязательно сюда вернётся. Если до 2007 года в год строили в одном лишь Сыктывкаре по 10 домов, то теперь возведение двух растягивается на неопределённый срок. Как говорят руководители крупнейших строительных компаний республики, если сегодня в помощь населению не придут новые государственные социальные программы, то говорить о введении в эксплуатацию нового жилья уже не придётся.